Всем привет! Это новый влог с буткемпа. Ребята, завтра улетают на эпицентр, поэтому я, собственно, и здесь, чтобы узнать, как... Даня, что ты делаешь? Да вот тотку только что играл. Не хочешь прогуляться? Пойдем. Где половина команды? Значит, Дима копает лопатой статистику, аналитику собирает воедино, чтобы потом нам выдать Хадукин. Я бы сказала другую аллегорию. Он грызет гранит. Вот, в отличие от нас, он реально грызет гранит. Здесь реально без шансов. Для кого-либо. Молодец? Жесткий. Хорошо. Где Саня? Саня? Где Саня? Где Саня? Где Саша? А вот, Саша! Где Саня? Наверное, собирается, потому что нам надо ехать правильно сегодня ночью. Сегодня последний день. Сегодня последний день буткемпа. Саня был тут, вот, работал. Мы просто хохочем над ним. А Илья куда поехал? Илья поехал... В Александрию. Снимать сторис в Александрию. Чтоб мы успели сделать визу. Сейчас все в комьюнити активно обсуждают попадание NAVI на ESL в Бирминге. То есть, я так понимаю, мы сейчас летим на Эпицентр и сразу же после Эпицентра собираем документы? Да, по прилету... Нет, документы мы собираем, все готовим раньше. И по прилету с Эпицентра сразу подаемся на английские визы. Потом, когда они примут решение уже, мы будем смотреть. Потому что вообще все можно рассмотрение там за 5 дней. Но это не... Ну, никто ничего не гарантирует. И вот, по примеру, Ёжика, которого мы в прошлом месяце подавали. Он из-за того, что ему тоже подавался он на срочную. Ему отдали паспорт через 3 недели. И он пропустил турнир. Мы нашли опцию, чтобы вы можете задать визу с приоритетом. То есть, вместо 15 работодателей, он приходит с 5 работодателей. То есть, у нас есть хорошая возможность. Мы увидим. Но все равно, наш фифа-плеер, он тоже пойдет на эту опцию. Он будет быстрее, но они не получили паспорт. То есть, это риск. Вы не знаете. По времени все нормально. Просто у нас была еще одна проблема. Это с загранпаспортом Ильи. Ему запароли его паспорт нынешний. Ну, то есть, там был разворот. Но туда поставили штамп по пересечению. И теперь туда нельзя ставить визу. Этого недостаточно. Нам нужно было сделать. Там страниц, то есть, недостаточно? Да. Ребята, мы вас будем держать в максимальном курсе в отношении наших виз. Так вот, Илья поехал решать этот вопрос самостоятельно. Там у него замесы с паспортами. Да. Вот, поэтому у нас есть шанс попасть в Бирмингем. Вот сейчас это быстро все в темпе решается. И ночью парни вылетают вот в три ночи. У них рейс на Москву. Блин, реально, как это мужики делать, я не понимаю. Утачки глянь. Вы уже на буткемпе тут находитесь двадцать дней. Как оно вообще находиться в доме с ребятами все время, практически безвылазно играть в доту? Сейчас это гораздо лучше. Потому что я устанавливаю в команду и игрокам. Для меня я чувствую больше в этом команде. Для меня раньше я не могу, мы играем в доту, но сейчас я чувствую больше в отношениях и синергию. Так что мы играем лучше сейчас. И я люблю, как мы играем. Я бы целыми сутками сидела бы в фаб играла, а тут работать, говорят надо, и мне сложновато как-то. Уже надоедает. Но прошел он достаточно продуктивно, я думаю. Ага, все. Давай выпрямляйся, Анис. Ну как, все. Ну вот так. Ну как манахнуки. Ну вот так стоять перед нами. Давай. Я считаю это прям цельной поездкой. Буткемп не двадцатидневной, но поменьше. Вот просто цельная поездка. Знаешь, как у нас была сорокадневная перед этим? Да, был марафон. Ну вот примерно так. Ну тебе как, нормально выматывают или... Очень, ну конечно выматывают, очень выматывают. Ну типа, сложно понять человека, который сидит дома. Все наоборот думают, что вот, как бы было круто покататься, поездить. Типа, ну что дома сидеть. Ну в принципе да, но когда ты сорок дней в пути. Ты к тому, что люди, да, говорят, тяжело жить киберспортсмена. Да, да, да. Много сыграли игры после Старладдера? Ммм, да. Я думаю. Мы были хорошие практики. Не слишком много времени, но это было продуктивно. Я думаю. Чем отличаются игры, которые вы играли до Старладдера? Ну может подход? Поменяли ли вы подход тренировок после Старладдера? Я думаю. Мы пробовали много пиксов. И это работало. Но мы увидим, как это происходит в турнире. Потому что вы не знаете, что будет происходить. Но я думаю. Мы пробовали много героев. На всех ролях. Мы увидим. А вот когда Старладдер проиграли, обидно было вообще? Быстро ли отошли? Мне было очень обидно. Ну по сути я считаю, что я третью карту проиграл. Почему? Ну потому что сделал неправильный билд. Это во-первых. Ну и у нас было преимущество, которое отпустили. Я умер под Т2. Из-за этого все началось. На Рошане вся эта драка, в которой мы проиграли. Напомни, ты за кого играл? Фантом Ассасин. Вот по сути из-за этого и виню себя. Пятидневный буткемп, который у нас был перед Старладдером, он дал какие-то свои плоды. В хорошем смысле. И все мы сумели их в какой-то степени оценить. Действительно, если по определенной схеме работать, то может что-то получаться. Потому что предыдущие сорок дней и три турнира у нас не получалось, скажем так, делать что-то вместе. У нас было очень много разногласий. Ну и подготовки там особо никакой не было. То есть мы только тогда собрались. У нас там неделя подготовки была. Потом три турнира подряд. И между ними особо ты не попрактикуешься. Поэтому, в принципе, результат на Старладдере не удовлетворительный. Но уже хотя бы видно проблески того, что мы можем выигрывать у определенных команд, чего нам не хватило. То есть там понятно, плюс-минус. Какие выводы вы сделали? Что нужно фиксить, вот было в первую очередь? Инсайдики давай. Плей лучше. Например, каждый игрок должен играть лучше. Ну это понятно. Да, да, да. Ну вот в чем было такое самое самое, знаешь. Давай, все на чистоту. Я не знаю, например, в Лайфе. Я должен играть лучше на лейтинге. Драктить с этим. А так же, я не знаю. Может быть, X10 hero pulls. И играть больше как команда. Например, пушить, защитить, рожать. Все эти вещи. Если мы играли лучше, я думаю, мы сможем победить этот турнир. Так, Кэмби. Смотри, 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 стрела. Ой, ой, ой. Громче, громче. Там шмотки тебя просят, разбей меня, разбей. Ну я это последнее. Вечердовый. Давай, давай, прыгай на него. Я не хочу. Разбей шмотки тогда. Шмотки просят, разбей. Как у тебя героя выбрать? Какой кнопок? F1 Можешь под контур в 1 взять его Будет 1 теперь Смотри, смотри! Красиво! Так, 12 короноспособностей Способностям Какие способности у нас? В смысле нам дефать надо У нас нет способностей В общем, ребята, я пыталась тащить Пыталась, но разве уж тут затащишь, когда так игра? Так, ребята, Янка села, заруинила катку в салат Тут вообще изящайшая была Я предлагаю сейчас взять, выключить стрим Запустить заново и типа сказать Ну что, первая игра на сегодня В чем самая большая сложность быть киберспортсменом? Сложно сказать, но ты 40 дней с одними и теми же людьми Ты с ними общаешься, живешь, кушаешь Обсуждаешь что-то, развлекаешься, играешь, работаешь Устаешь от компании, да? Конечно, ну по-разному бывает Все от людей, конечно, зависит от того Какие у вас отношения в команде Хорошо, все плохо, есть конфликты, нету Можешь просто от кого-то отдельного устать От Вити какого-нибудь В основном это тяжело Ну и то, что ты путешествуешь по разным таймзонам То есть то в Азию, то в Америку, то еще куда-то И везде разные часовые пояса И каждый перелет это стресс для организма Организм типа просаживается То есть это сказывается на всех Все заболевают Ну тяжело, вот в этом плане тяжело А так нормально Вы пару дней назад сыграли квалификации на Бирмингем И победили 3-0 Хороший результат Расскажи, в чем секрет такой игры Я не знаю, когда мы начали играть Я говорю им, что не позволяйте их брызгать Попробуй Так, давайте пойдем В каждом игре Просто напряжение, напряжение Не позволяйте их Не позволяйте их ничего А ты радовался, когда выиграли квалификации на Бирмингем? Ну было вот так чувство, блин, радости? Или какое чувство вообще было? Вообще Да Была радость Потому что в последнее время у нас не валилось А вот в финале У нас все очень хорошо получалось Ну и было приятно даже играть Знаешь, бывает, ты играешь игры И такое Йола начинается Вот как вы играли Было ли Йола или? Да, было Йола Я позвал Витю Йола Пушь тавер Лайн плюс Сладдер Я думаю Или нет Сладдер Го Йола Пушь, не важно Я помню Сладдер Мы умеем Но это не важно Просто идти не стоп Сейчас такая мета Что Часто, ну по крайней мере вы так играете Что Саппорты часто смещаются на мид И оставляют тебя одного Вот в частности, по-моему, против Team Spirit Вы играли совсем недавно И ты на Луне там играл И на на Иксе Что-то у тебя вот совсем было плохо Как тебе вообще нравится такая мета или такая ситуация И считаешь ли это ты какой-то ошибкой Или что тебе вот не дают такого спейса для фарма Ну, мы максимально очень правильно Хотим распределить ресурсы по мапе То есть, ну, например, когда у нас стоят трипа Ну, мы понимаем, что нет смысла стоять трипой И просто перетягиваемся по ту Ну, так тебя оставляют одного Ты на бедной Луне стоишь там, ходишь три крепочка бедненькие и умираешь Что это? Луна одна из тех героев, которые очень хорошо камбэкаются Потому что, ну, она одна из самых быстрейших героев, которые вообще фармят Ну, вы тогда и камбэкнули, да? Да Ну, и когда выигрываются два остальных, мне начинают спейсить И вот есть промежуток, который я должен, ну, камбэкнуться в эту иглу Считаешь ли ты морфа имбой? Сейчас нет Когда появился Spirit Vessel Ну, и когда он не перекачивается в станах, то нет Вот, если бы он не перекачивался все так же в станах, то был бы супер бой А расскажи для ребят с 2К, что значит Spirit Vessel? Spirit Vessel Урна новая, которая, ну, ты перекачиваешься на 70% меньше То есть, практически, ну, никак не выжить То есть, на тебя вешают урну и все как гашечка Да Ты, наверное, столкнулся с тем, что Na'Vi, помимо того, что и хвалят, любят, но и хейтят Лично ты, как ты относишься к хейту, который льется на тебя через... Ну, откуда только можно? Для меня, когда кто-то меня флэмит и я вижу хейт, я просто... Я просто... Я получил мотивацию, чтобы играть лучше и доказать, что они правы Так что сегодня, кто-то меня флэмит в пабе И, по крайней мере, просто говорит «Nay will never win anything with you» И я сказал «Ок» И я уничтожил этот гейм Я сказал «Ок, спасибо за Найвурс» Что способствует тому, что ты в топ-10 Европы? В первую очередь то, что я играю на первой позиции И мне... Ну, сейчас такой матчмейкинг, что если ты в топ-10, то ты играешь с тысячными рангами союзниками То есть, если ты суппорт, тебе очень будет сложно выиграть, ну, на спорте такую игру А я в первой позиции, ну, мне легче от этого Что самое главное? Это скорость реакции или, может, какой-то креатив? Вот, что решает? Наверное, скорость принятия решений и правильных Потому что часто ты, ну, останавливаешься в игре просто потому что Не знаешь, что делать Да, просто не понимаешь, ну, что надо сделать именно Принять какое решение Иногда бывает неправильно, и из-за этого вот вся игра строится так Что ты думаешь насчет распределения групп? Все ли хорошо, нравится распределение Или, может быть, это не имеет такого большого значения для тебя? Да, в принципе, все равно Но, с другой стороны, группа А мне показалась чуть-чуть полегче Но, в принципе, все равно Если хотим побеждать, то надо все равно Быть готовым к тому, что придется играть с любым соперником, правильно? Угу Хотя, часто, конечно, победа может зависеть и от какой-то более удачной сетки И так далее Допустим, ты попал в более легкую группу Занял там топ-2 Скажем так, попал в Венера В Венера на плюс морали выиграл одно Best of 3 И ты уже практически в финале Венеров, правильно? Да Там примерно так сетка выглядит То есть А там уже, скажем так, всяко может быть Увидим ли мы какие-то новые стратегии от вас? Или расширили ли вы свой Hero Pool? Да, конечно Да, конечно В Вокер-позиция 5 Не придется Я буду использовать Алра-Сити на Сейдж И мы пушим Тауэрс И Доминатор Легко 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 Ну хорошо Я надеюсь, что так и будет А какие сейчас команды находятся на пике формы? Какие команды на пике формы? Ну, сложно сказать Наверное, ВП, Сигрид, Ликвид Возможно, из Азии Винески Парочка команд Да Ньюби считаешь, что они на пике? Ньюби, наверное, не на пике, но всегда могут выстрелить Китайские команды вообще для меня загадка То есть они то играют круто, то у них что-то не идет Вот, и американские команды для меня загадка То ЕГЭ могут круто играть Колы иногда Вот, то их кто-то раскусит, да Сейчас к Колам пришел с Акса и они показывают результаты Оптики интересны тоже А что с OG? Там борьба OG Я так понимаю, они начали играть с Мэдом и пытаются найти свою игру, тренируются Саша Дашкевич, он очень много времени уделяет именно твоей игре Часто сидит за твоей спиной, что-то советует, спрашивает Вот, если сравнить Кристаллика, который пришел только в Na'Vi и вот Кристаллика, который уже полгода поиграл Что изменилось? Чему тебя Саша научил? И много ли он тебе дал какой-то информации, с которой ты реально импрувнулся, стал лучше играть? Ну, достаточно много информации, это от начального закупа до лейнинга, как за каждого крипа он меня гнобит, которого я пропускаю на лейнинге Ну, по билдам, ну а по игре особо уже мидгейм, это уже командное более решение, поэтому он меня не гнобит То есть он больше уделяет внимание на начальной стадии? Да, когда я делаю от себя Вот смотри, смоделируем ситуацию, он сидит у тебя за спиной Вот бывает же такое, что день не задался или игра, вот ты не можешь ни крепочка добить, но вот все не идет И ты понимаешь, что за твоим фейлом за каждым наблюдают, какие у тебя чувства? Ну, есть ли вот такое, что блин, Саша все видит, как это? Есть такое? Да, уже обычный привык, ну, он каждый кава сидит за мной и смотрит, ну и иногда сидит и вот так Ты расстроился, что тебе камера прям вот сюда заходила? Ну, все хорошо, все хорошо Все хорошо До свидания, ребята, всем пока Все Все В общем, мы закончили интервью с Кристалликом Кристаллику спасибо Все поставили лайк Пока